Привет всем аграриям России! Вы смотрите обзор главных сельхозновостей. Российская пшеница оказалась в зависимости от Украины. Уборка зерновых перешагнула экватор, производство комбайнов сократилось на 37%. Все подробности далее в выпуске. Главным событием недели стало отправление судна Рацони из Украины. Это первый сухогруз с зерном, который смог покинуть порт Одессы после начала специальной военной операции, как это называют в России. Рацони везет 26 тысяч тонн кукурузы в ливанский порт Триполи. По дороге он остановился в Стамбуле для досмотра. В своей очереди в порту Одессы ждут еще 16 сухогрузов. Для зернового рынка произошедшее стало сигналом. Украинский коридор заработал. Биржи отреагировали снижением цен. Если в пятницу сентябрьский контракт на пшеницу на бирже Мотив закрылся на отметке 343 евро за тонну, то к середине вторника цена опустилась на 8 евро до 335. Кукуруза подешевела до 323 евро. Такая же динамика была характерна и для Чикагской биржи. Сентябрьский контракт на пшеницу потерял почти 2%. Западные СМИ пишут, что в морской блокаде пришел конец и теперь цены будут под давлением. С ними солидарны и наши российские аналитики. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в интервью агроинвестору заметил, что украинская пшеница в ближайшем будущем может быть гораздо дешевле российской. Глава Совэкона Андрей Сизов также считает, что экспортные цены будут зависеть от работы коридора. Если он, коридор, оправдает ожидания стран-импортеров, то, вероятно, коррекция вниз. В общем, положение российских экспортеров зерна теперь стало еще более шатким. К внутренним факторам в виде пошлин и недостаточно крепкого рубля добавились снижение мировых цен, возможная конкуренция с пшеницей Украины и, кстати, рост ставок фрахта. Они в течение последнего месяца изменились довольно существенно. Экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% к 1 августа составляла 350-355 долларов за тонну, по оценкам Совэкона. Закупочные цены на пшеницу в портах остаются низкими. По данным Союза экспортеров зерна, на базе ССПТ за пшеницу не дают больше 14 рублей без НДС. Продавать урожай по такой цене обидно, особенно зная, что в прошлом году в то же самое время цена за тонну доходила до 18 тысяч рублей. Многие аграрии, с которыми мы общались, надеются, что ближе к зиме начнут расти и цены, и доллар по отношению к рублю. Сейчас он стоит 60 рублей, это уже не 51, как было 30 июня. В общем, надежда есть. Но вот Союз экспортеров зерна эти надежды не разделяет. На днях в своем телеграм-канале объединение заявило, что держать зерно нет смысла, потому что текущая формула расчета пошлин все регулирует. И теперь ни курс, ни внешние цены на ФОБИ влиять на цену закупки пшеницы с места не будут. Дорогие друзья, наш выпуск выходит при поддержке компании Агрокультура, которая поставляет хозяйством биопрепараты научно-внедренческого предприятия Башенком. Готовясь к посевной, обратите внимание на биофунгицид фитоспорин АЭС. Нанесенный на семена, он надежно защищает растения от корневых гнилий, а также других грибных и бактериальных заболеваний, повышает иммунитет и стимулирует развитие корневой системы за счет 20 аминокислот, входящих в его состав. Теперь поговорим о том, что произошло на внутреннем рынке России. Минсельхоз сообщил, что уборочная кампания приближается к экватору и ко второму августа аграрии собрали 51 миллион тонн зерна, в том числе пшеницы 43,9 миллиона тонн. В этом сезоне урожайность в среднем по стране выросла на треть по сравнению с прошлым годом. Самый высокий показатель по пшенице в Краснодарском крае – 63,2 центнера с гектара. В Ростовской области урожайность пшеницы почти на 20 центнеров ниже Кубанской – 43,3 центнера с гектара. Но результат все равно достойный, выше прошлогоднего. Серьезный прирост в урожайности зерновых показывает Волгоградская область. 1 гектар дает 32 центнера зерна. В прошлом году был 21 центнер. Наблюдая за ходом уборочной, специалисты аналитического центра Росагротранса повысили прогноз по сбору пшеницы сразу на 2 миллиона 600 тысяч тонн, до 92 миллионов 700 тысяч тонн. Это космические значения. И на этом фоне как-то даже смешно выглядят планы правительства по закупкам пшеницы в Государственный интервенционный фонд – всего 1 миллион тонн пшеницы. Причем закупки начались уже и начались с провала. Ни 1, ни 2 августа никто свое зерно на национальной товарной бирже не продал. Попытка государства регулировать рынок с помощью интервенции может остаться незамеченной. На прошлой неделе состоялся Всероссийский день поля, на котором министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев высказался по поводу наших самых наболевших тем. Во-первых, об отмене пошлины. По словам Патрушева, инструмент расчета экспортной пошлины на зерновые настроен оптимально и позволяет аграриям сохранять достаточную рентабельность производства. Пошлиные квоты доказали свою эффективность, позволили исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резких ценовых колебаний, отметил министр. А благодаря переводу в рубли пошлина снизилась на 40%. Второй вопрос касался того, что будет, если цена на пшеницу обвалится еще больше. Ответ Патрушева. В случае, если цены продолжат снижаться, и дальше мы примем решение и увеличим прямую поддержку производителей. Третий момент. В ГИС зерно. Патрушев заявил, что Минсельхоз ничего отменять и переносить не будет. С 1 сентября в ГИС зерно должна заработать, поэтому ориентируйте в своих сельхозтоваропроизводителей на отображение всей полноты информации в этой системе, подчеркнул министр. Кстати, в одном из прошлых выпусков мы рассказывали, что Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств обращалась в Минсельхоз с просьбой освободить фермеров от этой повинности. На днях Эккор получила ответ. Замминистра Оксана Лут написала, что с февраля 2022 года товаропроизводителей готовят к работе в системе, еженедельно проводятся совещания, организовано бесплатное обучение, а на сайте Центра агроаналитики можно ознакомиться со всеми инструкциями. Лут считает несостоятельными аргументы об отсутствии интернета в хуторах и весов в хозяйствах. Она ссылается на то, что внести сведения о собранном урожае можно в течение пяти дней. Это возможно сделать как из дома, так и, например, воспользовавшись услугами интернета в районном центре, пишет Лут. А насчет весов массу зерна можно указать на глаз, а грузополучатель при приемке зерна уже укажет в системе фактический вес партии. По информации замминистра, сегодня участие в работе в ГИС «Зерно» принимают более 20 тысяч товаропроизводителей. Чтобы понять, много это или мало, напомним, что по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в 2021 году у нас в стране числилось более 34 тысяч сельхозорганизаций, 102 тысячи КФХ и больше 20 тысяч индивидуальных предпринимателей. Правда, буквально 2 августа Минсельхоз сообщил, что уже 70 процентов участников рынка подключились к системе. Правда, абсолютное число при этом не назвал. Мы много говорили в последнее время о системе в ГИС «Зерно» и почти забыли о системе «Сатурн», которая прослеживает пестициды и агрохимикаты. Система заработала в тестовом режиме с 1 июля, а с 1 сентября внесению в систему подлежат все пестициды и агрохимикаты, за исключением тех, что реализованы физическим лицам для личного пользования. В описании к этому видео вы найдете ссылку на семинар «Как сельхозпроизводителю работать в системе». Если вы еще не освоили «Сатурн», поспешите. По данным Россельхознадзора, на конец июля в системе было зарегистрировано более 22 тысяч хозяйствующих субъектов и свыше 310 тысяч площадок хранения химикатов. Ассоциация «Росспецмаш» на прошлой неделе поделилась любопытными данными о производстве сельхозтехники в первой половине 2022 года и сравнила их с аналогичным периодом 2021 года. Результат. Зерноуборочных комбайнов выпущено меньше на 37%, 2400 штук. Производство кормоуборочных комбайнов упало на 27%, всего 152 штуки. Зато тракторное производство ухитрилось даже вырасти на 0,7%. Создано 2900 машин. Неплохой прирост есть по селкам, плугам и опрыскивателям. Если измерить среднюю температуру по больнице, то объем производства сельскохозяйственной техники в России вырос на 6%. Глава Ассоциации дилеров сельхозтехники «Осход» Александр Алтынов в интервью коммерсанту отметил, что в целом же в стране сельхозмашины оборудования стало меньше. Сегмент импортной техники в штуках за полгода сократился примерно на 50%. По итогам года эксперт ожидает падения рынка сельхозтехники на 30-40%, отмечая, что в сегменте иностранной техники ситуация до конца года уже не выправится. Вся надежда на петербургский тракторный завод. Генеральный директор группы Сергей Серебряков то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что когда против России вели санкции, они на заводе напряглись и увеличили объемы производства на 25%. Серебряков признался, что самой большой проблемой были элементы гидравлики, а все остальное и так производилось на территории России. ПТЗ собирается выпустить 4300 машин в этом году против 3700 в прошлом. У Россельмаша ситуация, конечно, была сложнее, но пресс-служба структуры сообщает, что в первом картале следующего года начнет работу собственный завод по выпуску трансмиссий, мостов и редукторов. Их будет достаточно для производства 20 тысяч единиц техники в год. Напоследок, не то чтобы веселая, но любопытная новость. Россельхознадзор отчитался о земельном надзоре за первое полугодие текущего года. Как вы знаете, с началом специальной военной операции правительство России заявило, что административная нагрузка на бизнес должна быть снижена, а проверки сведены к обязательному минимуму. Россельхознадзор согласился с этой целью и вместо проверок стал проводить профилактические визиты. За полгода ведомство объехало 1 миллион 400 тысяч гектаров, совершив более 14 тысяч мероприятий, причем 13 из них без взаимодействия с правообладателями земельных участков, сообщает пресс-служба. На участках общей площадью 615 тысяч гектаров нашли нарушения. В 97% случаев это зарастание сорной растительностью и неиспользование участка. Площадь указанных нарушений составила более 590 тысяч гектаров. Россельхознадзор сообщает, что в целях снижения административной нагрузки собственникам направлялись предостережения, сразу никого не штрафовали. Тем не менее, некоторые хозяева не устранили нарушения и Россельхознадзор был вынужден обращаться в суд для лишения собственника прав на участок. Предлагается к изъятию сейчас 6000 гектаров земли. Если говорить честно, то 923 гектара – это карьеры, а 705 гектаров – свалки. Благодаря работе Россельхознадзора в сельскохозяйственный оборот вовлечено 48 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. На площади около 57 тысяч гектаров устранены нарушения. В общем, где-то шестую часть от земли с выявленными нарушениями удалось вернуть к жизни. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если вы еще этого не сделали. Там новостей больше, они выходят чаще. А также ставьте лайки и комментируйте то, что вас особенно затронуло. Всего доброго, до следующей недели!